привет друзья с вами варчик в этом видео расскажу первое впечатление про танк 50 тп прототип это польский танчик 8 уровня тяжелый премиумный который прошел такую вот большую предвыборную кампанию прорекламе ли его буквально все высказались и наделали видосов даже еще до того как он вышел кто-то там по кофейной гуще гайды на нем делал кто-то по картинке кто-то по звездам по гороскопу в принципе весь youtube завалили этим танком распиарили его довольно таки неплохо убийца защитника там единственно что этот танк может убить это ваши нервы но давайте поподробнее что это танк поначалу из себя представляет когда вы насмотрелись кучу видосиков и первые какие-то там картинки в интернет по этому танку выкинули этот танк казался каким-то там просто монстром в плане орудия какой-то здоровенный дрын альфа невероятная которая на на восьмом уровне уже есть у многих просто там бешеный танк дпм и точности сведения тупо лупит по пол хп и пушка вообще там какой-то плазма мегаган вообще из космоса там пушку притащили вставили в танк и она там яблоками польскими стреляет просто пополам взрывает что мы имеем на деле пробитие у нас 218 немного хуже чем у защитника стабилизация у нас немножко лучше но плохая точность у нас немножко лучше 0 4 но 0 4 это тоже плохо когда у нас чуть чуть быстрее но тоже очень долгое и сведение у нас три секунды тоже быстрее чем и защитника но это тоже плохо и что мы имеем итогово что пушка вроде бы чуть чуть лучше пробития хуже но по факту это тот же самый кривой дрын на 440 альфы и все так еще и пробитие голдой 245 также у нас еще имеются у вены 10 градусов а у защитника всего лишь там 6 только у защитника это нормальный 6 градусов а у 50 тп 10 градусов только сбоку спереди 8 сзади 4 и что это особо это не 10 по факту по факту мы имеем 8 плюс еще у танка башня находится посередине не спереди не сзади низ днища низ середины танка не отдельно танка посередине то есть играть на нем неудобного как ни крути он еще и не едет он точно так же как и защитник ползает 35 километров единственно что этот танк да он довольно таки быстро поворачиваться как для тяжелого танка но от того что ты поворачиваешься ты не создашь ураган который просто вихрем всех сожрет врагов хотя было бы неплохо поскольку больше этот танк ничем врага убить не может может быть этот танк танкует он же не едет как и защитник так нихрена броня во лбу башни у нас хуже ключок есть небольшой в него в трудно попасть пробивается лоб башни всего лишь 200 с хвостиком брони она пробивается десятками и голдой может быть у нас корпус танкует нифига он не танкует нлд пробивается с паряка семерками бы башками просто так вот и пробил в лд до влд там 170 миллиметров только он маленький и в него попасть и труднее чем в нлд еще над влд стоит вот этот там целая отдельная пятикомнатная квартира для мехвода на влд построена посередине с дырой чтоб он видел вокруг все кстати он что-то там видит обзор 380 дырку сделали не зря когда вы рам будете она сбоку пробивается это пятикомнатная квартира мехвода так он еще и под башню пробивается он еще и бывает в прямой каток пробивается а вместе с ним вылетает боеукладка боеукладка на этом танке будет вылетать так часто что вы просто забудете что вашего танка быстрее кд чем у защитника так что мы получаем распиаренный там который распарился буквально всеми амвей который сказал что этот танк подойдет для статистов потому что у него классная пушка а для не статиста он не подойдет потому что лучше защитник потому что он прощает ошибки но по факту этот танк я лично не порекомендую никому неплохому игроку потому что на нем тяжело играть не хорошему игроку я тоже его не порекомендую потому что хороший игрок не захочет играть на том танке который в бою ничего не может поскольку хороший игрок хочет участвовать в бою и иметь возможность тащить этот бой на этом танке такого нет может быть этот танк можно порекомендовать тот кто хочет много фармить серебра нет этот танк ничего не фармит я не могу назвать даже какой танк фармит хуже чем этот потому что он просто не наносит урон из-за того что он не всегда пробивает не всегда попадает у него якобы дешевле снаряд чем у защитника да он если был бы бесплатный он бы наверное ничего не фармил я раза в два меньше фармлю серебра чем на самых плохих прям танках этой игры единственное что я могу сказать реально плюс этого танка я не знаю где у него находятся баки он вообще не горит не удивлюсь если баки 50 т.п. находятся в танке к в 3 вот вообще не удивлюсь это мое первое впечатление это не гайд это просто мое первое впечатление я больше на этом танке не буду играть на бэбэшках и не пытаться что там фармить я просто поставлю доп паек я уже пробовал на нем играть и без доп пайка из доп пайком и совсем я просто поставлю на нее доп паек заряжу полностью голду заряжу еще там пару фугасов и все это танк для меня умер это что у него на борту там нарисован какой-то там чувак с копьем на лошади вот мне кажется что я на этом копье довольно таки неплохо кручусь за дать свои 2500 рублей с вами был варчик играть красиво всем пока